У меня был вопрос по поводу толкования на Ветхий Завет. Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю. Вот у меня был вопрос по поводу Ветхого Завета и конкретно толкования на него. Есть ли какое-то хорошее толкование, которое можно использовать в работе? Есть. Вы зарядите Феодорит Кирский. Записывай. В интернете запиши. Феодорит. Феодорит Кирский. Да, написал. Всё. И там у него всё найдёте. На Ветхий Завет, на пророчество Даниила, всё, что нужно. Часть пророчеств, псалтыри, допустим, псалтырь, Ветхозаветная книга, на бытие, на пророка Исаию даёт Ян Златоуст. Запишите. Ян Златоуст. Псалтырь. Бытие. Исаия пророка. Это три тома. Есть много у Ефрема Сирина. Ефрема Сирина. Ну и так просто зарядите, какая тема нужна. Может быть, она и покажет, у кого есть ещё. Я знаю, что хорошее есть у Кирилла Иерусалимского. Прямо расшифровывает всё. Конкретно что? Давайте, может быть, что-то и сразу найдём. Так, ну, вообще, все книги. Если все книги вообще. Ну, все не толкуются. Определённые. На Паралюпоменон не надо. Это дополнительные книги. Повторяют книгу. Четыре книги сарств. Там толковать нечего. Там войны идут, события. Толковать то, что где необходимо прям крайне. Вот на книгу Ева тоже Иоанн Златоуст даёт толкование. Отрывочное. Не всё. То, что сохранилось. Многое утеряно. Утеряно похоже навсегда. Вот книгу «Бытие» нашли, если не ошибаюсь, в четвёртом томе Иоанн Златоуста у армян. Нигде не было её. Они сохранили. Пророка Исаи также. Утерянной книги. Так вот дело. Понятно. То есть Иоанн Златоуст и Ефрем Серин. Да. Феодорит Кирский тут больше всех толкует. Понятно. Так, ну, следующий вопрос похож на первый. То есть многие православные используют толкование Лупухина. То есть, а кто это такой и можно ли доверять этим толкованием? Ну, в первую очередь, это не святые отцы, не святой Отец. Так. И что там у него говорится? Вот интересно, одно место он берёт книгу, третью Ездор толкует. Как он её толкует, где берёт, я сейчас не помню. Может быть, он на материал указывает. Когда я прочитал, что это касается времён прошедших, мне уже не стало интересно. Я закрыл, и всё. Зачем, когда всё прошло? Что там копать? Ну, прошло этого события нету. Оно ни о чём не говорит. Надо просто знать, конкретно вот это вот будет или было. Вот тогда необходимо искать. А если просто так копать, а ты... Вот это, видишь, Библия Лупухина. Её 12 книг у него, они разбили на три тома. И к тысячелетию крещения Руси выпустили в Стокгольме. Как подарок дали, а её в церкви по 400 рублей продавали. А тогда 400 рублей, это полгода работать надо было. Бесплатно. Ну, корыстолюбие ужасное. Вот там у него... Я попытался, когда вёл занятия в университетах, взял один раз и хотел по ней провести. Я кое-как урок провёл и больше никогда не брал. Он каждое слово разбирает по-гречески, по-латински, откуда пошло, морфологию. И меня это не интересует. Толкование Нового Завета... Я всегда вёл занятия по блаженному феофилакту. Тем более, если я насчитывал Иоанна Златоуста, я вижу большую часть толкования, он брал от него. Надо всегда избирать то, что уже готовое. Мне не надо велосипед изобретать. Садись и езжай, заплати деньги. Так и в толковании. Веретики заново перетолковывают, и они куда ушли, как вот от Ветисы седьмого дня. Там головы какие были, зверь означает. Договорились, что зверь там и прочее, это папство. Папство никакого отношения к этому не имеет. Речь идёт об Антихристе. Так что православию легче всего отвечать. У нас так написано, так истолковано. Всё на этом. Толкования есть редкие, которые я нигде не мог найти. Вот Веронима Стридонского. У него даже не толкования есть, а нравственности священства. Её прячут. Её не дают. Я даже был в Нью-Йорке, там, в монастыре Джордан-Вильске, в стороне. И в нём сказали есть, а дать не дали. Священство, какое было, такое и есть. Разбойнище. И он это говорит. От него все друзья отвернулись. И говорит, что ты сделал? Ты, мать, церковь раздел. Он говорит, не раздел, это вы раздели. Я хочу, чтобы такое не было. Он показал, какие они жадные, какие они грубые, какие невоспитанные. Ну, об этом немало говорит Иоанн Златоуст. Василий Великий об этом говорит. Вот о священстве. Там шесть слов Иоанн Златоуст говорит. Просто зарядите себя о священстве. Теперь можно это найти о священстве. Или Блаженство, Иероним Блаженный. Он нравственности священства. Они прячут, не исправляются, а прячут. То есть, получается, толкование лопухна, оно просто мирское такое? Да, я не могу это слов сказать, мирское. Но это не подходит мне никак. Может быть, мне только это не подходит. Он копается, я не могу это передать никак. Я не могу человеку считать. Я его за полчаса усыплю. Когда спать охота, сна нет. Бери стихи Маяковского и считай. И через пять минут уснешь. Так, ну, этот вопрос, в общем, понятен. Ну да. Бери самое главное, что касается спасения души. Это главное. Мне самое главное, нужно знать вот это. Как военному, когда были разные операции, работали. Ему нужно было знать одно, где главные силы врага. И в другом месте обмануть его, как эту белорусскую операцию они делали, там, Багратион. По болотам танки протащили. В духовном плане это точно так же. Это воины. И апостол Павел перечисляет, какое у него вооружение, послание кипятянам. Щит, веру возьмите, шлем спасения наденьте. Оружие, меч духовный, слово Божие. Говорит, как? В двух руках, в левой и правой руке. А что это значит? Это означает книга открытая, книга. Как одной рукой ты ее не откроешь, а вот оно. Я открываю ее, видно? Вот. У меня картинки нет. У вас нет картинки? Нет. А почему? Я не знаю. Ну, это от вас зависит. Наверное. У меня недавно только разговаривал я, у меня все видно. Ну, ладно, ну, тут хорошо, что видно. Главное, это вопрос. Тут вы, главное, не я. Ну, то есть это просто лишнее знание, и настоящему христианину просто не нужно. Да зачем оно нужно? Знание того, что не нужно тебе, это не есть знание. Это голова, мусорный ящик. Надо определенно, четко знать толкование всего Нового Завета. Это определенно. Абсолютно необходимо знать Евангелие, послание. И поэтому, вот Блаженная Феофила, кто-то наш трехтомник, он об этом все взято, с откровением притом. Мы выпустили трехтомник, по 752 страницы, по толкованию всех святых отцов. Очень ценный материал. Так, тогда следующий вопрос. Вы часто говорили о рассказах Толстого, то есть как там проявляется нравственность и многие такие вещи, которым, ну, современному человеку просто непонятно. А какие непонятные? Вот, допустим, сейчас православная церковь ставит фильмы, называется «Притчи». Они уже не один раз, я видел, берут у Льва Толстого, хотя он предан ему вроде об Анафиме, теперь, говорит, не предан. Ну, был еретик, это стопроцентный. Но он хороший, писал, рассказывал, почему их было не взять. А как? Вот вопрос относится, ну, вопрос такой вот стоит. Как нам относиться к Толстому? А зачем к нему относиться? Он уже умер. Вот у него много таких полезных небольших рассказов, в 16 томе было, в полном собрании сочинения его. И я брал, и насчитывал, и распространял. Оно слушается легко. Как к нему относиться? Как к еретику. Но у него есть хорошие вещи, мы их берём. Когда рыбу едят, говорит, там кости бывают. Мы же кости откладываем, говорит, там мясо принимаем. Вот хорошего у него, особенно, я советую прочитать, крейсерова соната. Крейсерова соната. О том, как относиться к женщине, семье, женитьбу. Вот этот вопрос именно он разбирает. Не считая послесловия. Послесловия вообще в руки не брать и не глядеть. Он там кощунствует. А при счастье, обо всём. А это всё написано хорошо. А вот вроде священники говорили, что он перед смертью покаялся. Не было этого. Это обман. Он ходил, я читал про это дело, в оптеную пустынь-то. Ну и там кто дежурный, говорит, ну заходи. Он говорит, нет, они меня не примут. Он побыл, он приходил, но уехал. А когда поехал дальше, то там что там, в этот рейс или другой раз в Остапах, где он ехал мимо, простудился, беседовал в тамбуре-то и воспаление, и он умер. А там у него больше всего чертков его, прости Господи, фамилия-то такая говорящая. Он никого к нему не допускал. Никого. Будто бы были священники, студенты, которые посчитали его, и неверующие были. Они никого не хотели, чтобы пускали к нему. Может быть, он бы и покаялся. Покаяния у него не было. А где он находится? Один Бог знает где. Вот я внутренне, мои, могу чувства выразить. Вот я считаю, что Александр Сергеевич Пушкин в раю находится. Он у всех и спросил прощения. Два раза причастился. Царь заверил, что о семье побеспокоится. Все. Ну, по-христиански умер. Умер по-христиански. А Лермонтов пули в лоб, Мартынов ему влепил, и все. У него ни одного слова покаяния не было. Этот болел, в живот ему попали-то. Жаль, в живот даже сегодня не лещут. Возьми вот Иваньков, этот япончик, дед Хасан, умерли. Снайпер прямо в живот специально, чтобы мучился. Ну, то есть, получается, нам, как бы, можно читать его произведения, они хорошие, а как-то относиться к автору, ну, вообще необязательно. Ну, как сказать, вот, какие конкретно, вот, допустим, во что я верю, он говорит, ты в руки ее не бери даже, поганая книга. А есть такое, что можно что-то просчитать и взять для себя. Ну, большой самый роман «Война и мир». Как Роман Роман говорил, это «Океан человеческих душ». Я читал ее еще в пятом классе, ничего не понимал, а читал, мне было интересно. Ну, есть такие вещи, рассказы, вот, в шестнадцатом томе, ну, которые просто, я их насчитывал и на кассетах распространял. Просто очень хорошие рассказы. Возьми «Кавказский пленник», сколько здесь, ну, просто героически этот Жилин был, как вести себя, как выйти. Ну, кое-что до конца не договаривал, но надо быть внимательным, смотреть, что может считать, что нельзя. Так я не могу сейчас по реестру, вот это считай, это не считай. У тебя в Евангелии есть, ты смотри, по Евангелию сходятся, нет, то есть самостоятельно старайся найти. Но кое-какие вещи его я назвал. У Достоевского тоже не все будешь считать. Да, говорите. Еще мне отец рассказывал, что вот Толстой очень любил читать рассказ «Отверженный». Может быть и так, я об этом не знаю. Ну, любил считать, ну и что, многие любили считать. Я вот вам вопрос задам один. Вы как считаете, самый умный поэт какой был в России? Каких вы знаете, хотя бы перечислите, чтобы видно было, что у вас выбор есть. Вас знаю. О, далеко пошел. Я про русских спрашиваю. Поэт? Ну, Пушкин, он очень талантлив был. Витрагон, Витрагон. У него, может быть, 3-4 стихотворения только нормальные. Это остальное юбошный запах. Евгения Онегина и прочее. А вот есть такой человек, которого сегодня прям на слуху больше всех. Есенин? Равных ему в России не было. Равный ему был только Виктор Гюго. Когда при жизни ему честь воздавали. Он стоял на балконе, а народ шел 6 часов непрерывно. Приветствую его, 6 часов. Представь себе, тут и Москва, или Париж там были. Два человека в мировой практике были, которые известны. Виктор Гюго и... И русские. Я не знаю. Иван Андреевич Крылов. Басни. Да. Цариса, мать этого царя, пожелала его видеть, беседовала. Ему пенсию больше назначила. И он с ней несколько часов беседовал. Он. Я его очень много брал в своих книгах, где необходимо его материал взять. Вот возьмите кто. За то, что хвалит он кукушку. Кукушка хвалит, говорит, петуха. Вот ему приговор. А Васька слушает да ест. То есть, ему говорю, он свое творит. И таких так. Сколько угодно. Все-то и не знают. Из поэтов самый такой сострадательный был. Ну, я издавал в своих 200 поэтов России. Представь, 200 поэтов. А потом издавал. А это 200 зарубежных. 300 поэтов России. За 300 лет что-то сказали. У меня 26-й том. По определенной теме. По определенной теме. 300 поэтов. Вот какая богатая Россия была. Это декаденс они называют. Эпоха возрождения и прочее. А такие, что по-настоящему-то были. Ну, любое стихотворение возьми. Его можно на песню переложить. У меня любимый. Это Семен Яковлевич Натсон. Надсон. Еврей. Православный. Он 24 года так и жил. То есть, получается, он лучший христианский поэт, да? Да. Это мое мнение. Мое мнение. Я никому его не навязываю. Но самый любимый мой поэт. А меня спрашивают. Вот вы пишете стихи. Я говорю, я стихи не считаю стихами. Это проповеди в стихах. А на кого похожи? Я никому не подражаю. Но когда издавал поэтов, я увидел, мои стихи больше всего ближе подходят к Бальмонту. Константину Дмитриевичу. Они с такой легкостью пишутся. И главное... Ну, у них этого не было, как у меня. Я каждую строчку показываю местописание, откуда взято. Каждое стихотворение 9 куплетов. И все божественные. Они-то пишут. Вот хорошее Мэй писал. Ну, ладно, о поэтах. Что еще? Так, ну вот еще вопрос. Почему вот многие баптисты и вообще еретики, они вот 11 книг не включают в Библию? И почему они говорят, что они как бы небоговнухновенные какие-то? Потому что они небоговновенные, они книги. Они. От пафа церкви, они как саддукеи потеряли это. У саддукеев почему только 5 книг было? Они не пророчески, не псалтыр, не признавали. Это саддукеи. А православные-то парисеи. Все добавляют и добавляют эти предания, неизвестно откуда. Тут разложить оно все так и осталось. Почему они так? Я их спрашивал не один раз. Почему? Он не знает. Я говорю, а как ты узнал, что 66 книг, а не 77? Ну, так и сдают. Но православная церковь ни разу не издала такие Библии. На эти 11 книг проповеди Златоуст говорит и другие. И они канонические, теперь я уже не знаю, какая причина. Причина та, что они не были найдены в оригинале, на еврейском языке. Хотя мы знаем, что в Матве Евангелие это тоже написано там. Не знаю, какой-то что-то еврейский новый язык. Вот так. Но мне указывали на то, что даже православная церковь, когда пишет, что они просто поучительные, но они в канон не входят. Они не считали их. В Барнуре пресс-фитер их вырвал и бросил на пол. А там подобрала одна сестра, а меня попросила переплести отдельно. Он умничает, а там обличение его. Причина-то одна. Почему они не взяли эту книгу? Вот я начинаю спрашивать. Он ничего не может сказать. Книга Маковейский, исторические книги. Исторические, но там много полезного. А уж тебе, да, говори. То есть абсолютно, получается, глупость и невежество? Глупость и невежество, это даже еще высокая оценка. Безумие. Безумие. Книги эти пользовались ими святые отцы. И что они мудрее Иоанна Златоуста? Ясно дело, что кто-то там сказал. Мартин Лютер не признавал Иоанна, это послание Якова. Выбросил, говорит. У нас знакомый такой есть он. Как еретик он выбрасывает. Там речь идет о делах. Вера без дел мертва. Они... Я верую и спасен. Вера без дел мертва. Мертвым не спасается. А это послание Якова, оно не божественное. Как не божественное? Оно в Новом Завете. Ну, каждый по себе. Откровения там рвут на счастье. Евангелие кое-что берут. Теперь я знаю один. Там христолюбец называется. Еретик. И вот он, Евангелие это остает. Там обкорнал его, обрезал его. Ну, кощунники. Безумствующие. Когда одна черта иота дороже неба и земли. Оцененная Богом. На всех безумцев не напасешься. Так. Ну, тогда вопрос понятен. И следующий. Каждому христианину понятно, настоящему христианину понятно, что нужно каждый день читать Библию. И вот у меня такой вопрос. Сколько читать? И как читать? Я могу опытом поделиться, как читать. Я читал подряд. Я понимал, что для меня это голос неба. А сколько считать? Ну, какой день, как по работе, когда придешь? Час, два. Когда я был на корабле работал, тут время совсем мало было. Но все равно я почитаю. А выходной день я уходил, было в лесу даже ночевал, чтобы время не тратить на ходьбу. Залезу на березу, гнездо совью, и там спал с Библией в руках. Часов десять. Я неотрывно занимался Богом. И занимаюсь с Библией 55 лет. И все время такое впечатление, как я будто первый раз открываю. Столько нового нахожу в каждом стихе. Мне вспоминается у Евгения Берсье, проповедник какой-то, во времена Парижской коммуны. И где-то в одном собрании было около двух тысяч человек. И задали вопрос. Вот вы сейчас арестованы, как граф Монте-Кристо, и будете в одиночной камере. И вам разрешается взять с собой только одну книгу. Одну на всю оставшуюся жизнь. А тебе всего лет 18 или 20. И ты должен с этой книгой быть полвека. Какую? Все сто процентов ответили Библию. Я сидел с такими важными людьми. Один из них был преподаватель космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. И он... Я бы взял с собой там на какую-то книгу. Я говорю, и сколько бы ты ее считал? А у самого память так развитая? Ну, по самолетостроению, что-то такое математическое. Я говорю, ну ты ее за год выучил. Почему за год? Я за месяц. Ну, а потом еще. Ну, я бы еще считал. Ну, а 12 раз в году прочитал бы ты ее? Нет, надоело. Все. Проиграл. Она говорит о будущем. Она... Книга эта показывает, как я должен относиться к неизлечимой болезни, к страданиям, к тюрьме. Она освещает путь. Я могу вам стихотворение свое скинуть о Библии. Именно о Библии. О Псалтыре. Она одна мне помощница там была. И у меня там в тюрьме написалось это стихотворение о Библии. Как я ее люблю. Вот если бы этот день 27 сентября 1962 года не встретилась она мне, моя жизнь была бы другая, вернее всего, она давно бы закончилась. А я живу, я ни возраста не ощущаю, ни одиночества. У меня вообще этого нету. Вообще отсутствует. Я даже сегодня вот посмотрел один ролик. В одиночестве умершие артистки какие. Как они были, с ума сходили и прочее. Я вот на пенсии уже. 10 июня будет мне 80 лет. Я как будто бы где-то 18-20 лет мне застрял там. Я все время здесь отвечаю, занимаюсь и тут занимаюсь птицами, кошками, собаками, голубями. Людей встречаю тут в интернете. Мне дня не хватает, но я на пенсии. Только вечером, аллилуйя, пропел, упал, заснул сразу. Сколько сегодня писем отправлено, сколько людей было, сколько принято здесь по интернету. Вот последние ролики посмотрите, там мы беседуем об этих. Один приехал тут из Америки, устраивается. Я решил его найти, но он по-русски не понимает. И как? Стив. Я сразу подумал, что Стив это Степан. Ну и задал вопрос, в Америке живет знакомый. Я говорю, да, это Степан. А фамилия Митчелл, там она не переводится там как. Я посмотрел, это название посреднических фирм, как посредник. Вот и все. Ну не, это даже не фамилия такая, брокер, вот назови брокер. Она может, конечно, и фамилия быть. И даже я не знаю, то ли действительно у меня такая фамилия, то ли нет. Ну и ладно, дальше. Вот мне показалось, фамилия похожа на Михаил, там похоже пишется. Митчелл. Митчелл. Так это нет, там говорится Стив. Стив это Степан. А Митчелл вообще никак не переводится ничего. У них, Михаил это Майкл. Майкл Талст, Тайсон. Майкл. Это Михаил. Английский язык, то есть, коверкает. Пишет одно, и считает другое. Ты вот кого-то из англичан спроси, скажи, как по-английски тишина? Ну, к примеру, сказать. Что он скажет? Скажет, напишите на бумаге. И там он ни одной буквы этой не произносит, совсем другие буквы. Вот написано просто Катя. Ну, кажется, Катя, ну понятно, это, да, Катя. А как сейчас Кейт? А Кейт еще? Иисус. Езус. Ну, прямо написано Езус. Это говорят и немцы все, нет у них Джизус. Там ни папу, ни Дженни, ничего нет. Джизус. Христос. По-латыни прямо понятно, о Христе, а тут прайст. Джизус прайст. Ну, и как сказать? Не, не. Не как. Пишут одно, читают другое. Для чего и как, когда было, я не знаю этого. Но явно видно, что с какими-то заковыками в мозгах. У русских вот как буква есть, так и есть. Ну, бывает, пишут ЕГО, а читают его. Ну, и все. Ты даже ЕГО скажешь, и то понятно. А это совсем, даже не знаешь, как просчитать. Ну, ладно, дело грузины, там, в виде червячков эти буквы. Или клинопись, там, треугольники. Ты не знаешь, даже какой звук издать-то. А у этих издач, да не тот. Я как-то с одной беседовал из Франции. Я говорю, вы можете, она считает, свободно разговаривает по-французски с Францией. Я говорю, скажите, 98 рублей. 98 рублей. А у них 90, катор, ве, и зверь считает. Я, может, неправильно произношу. Что, катор, 4, ве, 200, это 20, 80, ди, 10, ви, 8. Это 2 умножить на 20, на 4, прибавить 10, прибавить 8. Будет 98. Ну, как так? Русский язык очень трудный. Я с языками занимался. Тут падежи разные. Но он годится и для самых нежных слов, и для команды. Вот у немцев командный язык. Вот летчики. Он тут заговорил, он только в ответ, хальтемауль. По-нашему еще сказать, заткнись. Ну, заткнись-то, закрой хайло. Хальтемауль. Вот так, такой язык. А у японцев, а у него там чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай. А что означает? Будьте настолько вежливее, сделайте поворот немного правее. Ну, у каждого свое. А русский язык великий, богатый, могущий, как Тургенев Иван Сергеевич писал. Русский язык. Даже Библию считаешь, я на разных языках считал, сравнивал там, на немецком, на английском, какие, еще это тямал немножко, на пол-латышский. Ну, русский перевод наилучший за всю мировую историю. Настолько, у нас есть там в русских лоб и чело, а у них этого нету. У нас есть Господь, Господин, а у них одно слово гер, там или как сказать, лорд, все. У нас слова-то какие они заменяют, как бы возвышающие. Есть глаз, а есть око. Это одно и то же слово, но око. Очи синие там, очи карие поется, очи, не глаза. А у них нету, ай, значит, и все. Глаз. Но зато он легкий, как он взят английский. Ты скажи, у меня есть ложка, он спун, а у меня нет ложки, он спун. Я говорю, я тебя ударил ложкой, он спун, у него нет падежей. Нет, один падеж. Это этим очень легко пользоваться языком-то. Он хороший. Но мне больше нравится немецкий. Не знаю почему, но просто нравится. Это так тоже, между делом. дальше. То есть, получается, ну, я слышал такую версию, что там надо одну главу из Ветхого завета вроде читать, и там пять из нового. Ну, если касательно Библии. Никто это правило не устанавливал. В церкви указывается, что читать. Я одну главу, а почему одну? Вот я насчитал Библию полностью, от корки до корки. я теперь знаю сколько часов. 89 часов, 90. Библия. А 67 это Архипелаг, ГУЛАГ, все три книги. И вот представь себе, 80 часов, ну, 80, допустим, даже 5 возьмем. Ну, раздели на 3. И все, в течение месяца ты ее уже прочитал. Библию от корки до корки 77 книг. Сколько надо считать? Душа говорит, сейчас я считаю отдельно я уже даже не открываю Библию. Я в интернете все время беру, выписываю и то другое. А считать мне и, ну, там шрифт нельзя увеличить. А здесь я у любого надо скопировал, тут же умно в Word сделал большим. Но когда я знаю, я каждому стихотворению вот даю, сейчас только скинул. Какой эпиграф дать? И после стихотворения сейчас. А как находит? Ну, я просто знаю. О чем он говорит, я уже сразу выписываю. Каждое стихотворение у меня 36 строчек и 36 раз надо открыть Библию. Откуда взята мысль? Когда я писал, я не думал об этом. А просто пропитан этим. У меня оно само льется божественно во свете Библии. Я одному сказал, он приехал, говорит, у нас хоть один, говорит, выбился вроде в люди на меня. Я говорю, как же я выбился? Ну, вот, ну, вроде там где-то. Так это не мое, я говорю, это Библия. Тогда вы еще умнее знали, где взять. Видишь, им кладется на ум-то. Не надо, говорит, самобытную глупость, нужна божественная мудрость. Открывай, и ты тебе все... У нас как-то было соревнование одно время, ну, симфония на канонические книги, на неканонические не было в руках. Ну, и решили открывать. Вот, допустим, читай, такое-то предложение найти надо. А не по симфонии, а я на память. Ну, решили пять проверок сделать. И, кажется, пять раз я раньше их сказал. Я сразу в голове прокручиваю, ага, это пророк Исаия сказал там-то. А он пока по симфонии-то ищет, да еще симфония бывает с подержавой, и там вообще запутаешься. А как вы это запомнили, понятия не имею. Оно просто как выгравировано. Вот другой она, псалтырь, читает на молитве, и бывает, одну букву не так прочитают, я говорю, стоп, не так. Так вы знаете наизусть? Не знаю. А почему? Просто у меня не проходит она, и все, я знаю, что это неправильно. Ну, как-то пояснить надо. Не могу пояснить, мне это непонятно. Я сразу чувствую внутри, что считают неправильно. А как надо? Дальше я говорю. Вот так написано, напечатано. Я говорю, напечатано неправильно, но это уже слишком. Я говорю, посмотри теперь, открывай православную Библию, там другое слово стоит. Даже по смыслу. Вот так. Это от Бога. Благодать Божия. Когда коснется, у тебя будет все. Возьми человек, который, ну, хорошо знает военное дело, просчитал всех полководцев, маршалов, и он может сказать, кто как сказал, про какую битву. Но он знает, ему дано. А я так, поверхностно знаю, там, какие-то верхушки. Так, еще вот, понял. Вот еще вопрос, касательно, вот, языков, и, ну, да, касательно языков. На каком вообще языке, ну, читать Библию лучше всего? Потому что говорят, что на греческом, там открывается вообще большое понимание каждого слова, и, то есть, больше смысла. Какое понимание? Это когда написано на еврейском? Почему оно на греческом-то? Ну, тогда на еврейском, получается, лучше. Ну, на еврейском тебе никогда не будешь знать. Иероним Средонский учился у старого еврея, 30 лет провел в пещере, когда перевел вульгату, на вульгат, на латинский язык. Надо говорить, не надо. Переводили знатоки такие, которых сегодня даже нету. Как Павский Герасим Петрович, Вольстон, Дейн Абрамович. Там были, как и Логин, и Архимандрит Макарий Глухарев, Филарет Митрополит. Двое из перевозчиков канонизировано уже. И ты, а ты по словарю будешь искать слово больше, откроется. А ты запутаешься. Как в английском языке, я говорю, что такое корс? Ну, это вот то-то. Я говорю, что? Ну, и все. Я говорю, нет, у него 18 значений. 18? Хвосты не сданы экзамены студентом. Понял, понял. А теперь маленькая звездочка у офицера военно-морских сил. Ну, что тут общего-то? Ничего нету. Последний месяц беременности женщины. А как? А из контекста? Вот у русских бывает такое. Я говорю, а что такое коса? Ну, коса, у женщины коса. А косят чем? Коса. А Павел говорит, корабль сел на косу. Где он сел на косу? Напоролся или что? Нет. Это взморе. Коса называется. Отдельно такая. Полоса. Вы видите? Одна коса, а как понять? Никак не понять. только в контексте. Так что читай на русском и благодари Бога, что были такие переводчики. Синодальный перевод. Другие даже в руки не бери. Синодальный, православный. 1876 года. Это наилучший перевод в мировой практике. Они пользовались греческим, септуагинты, слова сверяли на еврейском, на латинском, на арабском. И дальше смотрели, как это слово толкует Иоанн Златоус и другие. Это не выразить, какой труд положен был. Какие были знатоки. Дальше. То есть, получается, вот есть люди, которые увлекаются там языками специально, чтобы читать Библию. То есть, этим увлекаться вообще не стоит. Ну, я знаю, кто увлекается. Я могу их по именам назвать. Они ничего не знают. По словарю ищут. Я не знаю, какая причина у них. Вот надо показать или что-то копается. Я говорю, ну, ты хорошо знаешь. Ну, вот это. Так зачем тогда лезть это туда, когда уже все переведено? В Синоде в Русском было три присутственных дня. Присутственных собирались, решали. Один из них был посвящен рассмотрению поступающих частей перевода Нового Завета и Ветхого. Какие там были знатоки? Я все рассказываю, как мы беседовали с Александром Менем, священник убитый. Я говорю, а вы могли бы так перевести, как Хвольцин? Так он от меня аж отшатнулся. Да вы что? Да никогда. А он оригинально считал всееврейские. Евреи, чистопородные. Он не за... Он понимал, это энциклопедист. Огромные знания у него были. Библиист настоящий-то. Но он себя не переоценивал. Нет, таких переводчиков просто нет. Нету. Их знания не имели границ. Вот Павский писал учебники для еврейских школ. Учебники. Кто пишет учебники, это уже он и грамматику, синтакс, и морфологию. Все знает в самой высшей мере. Такому человеку легко разгадывать требуется. Поехали. Так, и все, наверное, пока вопросы на этом закончились, я хотел еще спросить. Ну, все-таки вопрос, значит, остался один. Я слышал, вот, по радио Вера шел эфир, и туда пригласили Геннадия Фаста. То есть, он рассказал вообще о своей жизни, как он начинал, как он был в протестантизме, и рассказал о вас. То есть, как он вас вообще встретил, написал все это, ну, засвидетельствовал, как он обратился. Кому это он говорил? Ведущие были в программе, ну, телепередаче. Ну, отец Геннадий, это редкость, это просто чудо в православии это. Сколько он гонений уже претерпел. Он бы еще больше раскрылся здесь, если бы его не гнобили попы до архиереи. Я знаю его историю. Таких людей поискать надо. Он был преподаватель Томского университета. Здесь закончил семинарию, академию, магистр, сейчас доктор богословия. Какие книги выпускает он? Вот это взять, толкование на песню песней. Это я называю книга столетия. Ему я даже не знаю, кто тут равен сегодня, есть или нет. У него настолько глубоко все взято. Это не Осипов. И вот хотел бы спросить, он там засвидетельствовал, как можно сказать, вы помогли ему обратиться в истинную веру. И хотел бы узнать, нужны ли вам эти материалы на канал о свете Библии? Ну, чужие материалы я не могу взять. Я знаю, я считал, не раз где-то говорил. Вот интересно, у меня были люди, которые пришли через занятия, через беседы, стали верующими. А потом что-то их повело в сторону, а я и до вас это знал. То есть он это знал, а ходил на занятия, записывал, в университетах я говорил, занятия. И что интересно, у них как будто кто-то вырезает память, и они возвращаются на то место, когда первый раз пришли на занятия, а там ничего не было, и они в мир уходят или вообще. А отец Геннадий, наоборот, везде подчеркивает, он у баптистов молодежи там руководил. Он наоборот говорит, как первый раз было, как вот он стоял, как он слышал. Эта беседа первая была записана на мегафон, она у меня есть в книгах. Вся, дословно. Он ничего не отрицает, и более богатого такого духовно, как он, никого нету. То есть он это умножал по благодати Божией. А которые, ну, начали ягодиться, я это для тебя знал, у них как будто бы ампутировано все. А раз знал, значит, тебе это не нужно, и у него отнят, и он возвращается к первому дню, а там ничего и не было. С этим шутить нельзя. Это просто. Привезли еврея ко мне, вот, он часа два, наверное, может, беседовал, два или три был. И он стал православным, сейчас священником. Наум Израилевич в Тбилиси служит. Так он везде, я пришел, он пишет, он иначе меня не зовет, как отец, отец скажи, отец скажи. Я говорю, да ты батюшка для меня? Нет, это вы, отец, вы меня родили благовествованием. Вот и все. Да, действительно так. А что батюшке называется отец там, Иван, отец Андрей? Ну, это по названию, на самом деле он не рождал, ничего нет. Родил только тот, через кого вы веровали. Вот мне, сколько в интернете пишут, женщины, семьи, мужчины, вы для нас духовный отец, мы все через вас пришли, евреи, бывают мусульмане. А я знать еще не знаю. Нарожало, не помню вот как. Я просто говорю, не обладаю я как бы никакими талантами такими, вот как отец Геннадий, даже сравнивать нечего. Я даже близко, как бы, ну, я говорю, знаете, вы елки-то украшаете, бывает звезда у вас на верхушке, а бывает маленький огонек внизу. Так это мое место там, быть ассанизатором. Ну все, наверное, да? Да, все. Ну все, с Богом. Богом.